То, что вы сегодня услышите, скорее всего, что вы вообще нигде не слышали. Потому что то, что мы делаем в трафике, мы делаем это немножко на другом уровне. Немножко на уровне взгляда, который вообще никто не видит. Сегодня вы увидите подходы и практические фишки, которые помогут каждому из вас сделать сильно больше, чем вы делаете сейчас. Трафик — это та вещь, которой никогда не бывает мало. Это та вещь, которая постоянно дорожает. То, что мы могли испытывать с вами в 2016 году, в 2017 году, это вообще другое, что есть сейчас. Трафик растет примерно на 25-30% каждый год в стоимости. И если вы сейчас не рекламируетесь, то завтра это уже будет сильно стоить дороже. Он реально каждый день дорожает. Сейчас такое время, что трафик является самым главным бизнес-топливом. Это то, что генерирует клиентов в любой бизнес. Если мы можем назвать бизнес двигателем, то трафик — это и есть это топливо. Трафик — это нефть 21 века. Трафик — это возможность засуществляться каждому вашему потенциальному клиенту. Сейчас вы поймете, как. Ваш клиент, ваша ниша становится клиентом не сразу. Изначально у него появляется потребность. Потребность в голове. Дальше он заходит в Google, пишет эту потребность в поисковике, заходит на какие-то форумы, читает статьи, заходит в YouTube, смотрит видео. И что произошло в этот момент? Он оставил за собой след. Например, искал курс английского языка, да? То вы четко сможете на него таргетироваться с помощью разных источников. Основные из них — это Facebook и Instagram реклама, конечно. Дальше идет YouTube — поудинческий таргет и RCA — поудинческий таргет. Вы всегда сможете нацелиться на тех, кто это искал и кому это интересно. Первый инсайт, который мы получили за 2018 год, что будущее вообще в трафике за теми людьми, которые учатся делать не просто трафик как трафик, а трафик именно как грамотную рекламу, где вы не просто загружаете креатив какой-то там и крутитесь, а где вы реально учите, как делать крутую рекламу по множествам разных уникальных рекламных объявлений. Есть рекламная модель, которая называется AIDA. Никто не умеет делать объявления по рекламной модели AIDA. Потому что все понимают AIDA, attention, interest, desire, action. Но вот как это выглядит на практике? Я вам сейчас покажу, что есть AIDA модель. А это видео записано вот четко, вот прямо по ней. Смотрите, сейчас идет attention, привлечение внимания. Вот привлечение внимания способствует несколько вещей. Первое — это вовый эффект, который будет сейчас на видео. Второе — это то, что вы видите вот такой вот заголовок. Смотрите. Дим, что ты делаешь? Ты собрал просто новинки. Когда человек видит какое-то увеличение или уменьшение, или что-то происходит не то, это attention. Дим, что ты делаешь? Ты собрал просто новинки и тренды, которые мы нашли в Китае на крупнейшей выставке. Смотрите внимательно. Интерес. Ты собрал новинки и тренды, которые мы нашли в Китае на крупнейшей выставке. Если сначала был attention, теперь у нас есть интерес. То есть мы вызываем интерес. Людям интересно, что же он за новинки собрал, которые они нашли. Он запаковал их в рюкзак, а они нашли их в Китае на крупнейшей выставке. Теперь следующая задача — вызвать desire, вызвать желание. Хочу рассказать вам, как и вы можете повторить этот путь. Видите, начинается четкая часть desire, то есть мы вызываем у людей желание. Узнаете, как зарабатывать на товарах и продавать их в 10 раз дороже. Регистрируйтесь на мастер-классе. И call to action. То есть все очень просто. Вот он и айда. Attention, interest, desire, action. Очень важный инсайт. 90% из вас делают эту ошибку. Значит, ошибка следующая. Ваш креатив должен быть релевантным к тому, что у вас будет на сайте. Я вам сейчас банальный пример на пальцах показываю, то что если у вас есть вот ворота, вот ваш рекламный креатив – это ворота для вашего клиента. Если вы показываете ему там за воротами зиму, то на сайте должна быть тоже зима. Банальный пример, да? Вот если вы показываете человеку лес, а он заходит в ворота леса, там зима, ну как бы ну не очень, да? То есть этот трафик для вас ничего не значит. Это просто будет цифра. Чем больше на вашу рекламу кликают, тем более она актуальна. Чем меньше на нее кликают, тем она менее актуальна. Там есть множество параметров. Я основные из них пройду. Просто что вы сейчас себе просто сформировали фундамент мышления. Высокая социальная активность. Короче, ребят, чем больше ваш пост лайкают, комментируют, репостят, делятся с друзьями, тем вы лучше. Чем больше у вас этих данных, тем у вас всегда реклама стоит дешевле. Но если у вас есть жалобы на рекламу, если у вас мало комментариев, мало репостов, мало лайков, то ваша реклама считается плохой. Вы получаете оценку 1 в 10, которая называется показатель актуальности или показатель релевантности. И когда у вас эта оценка низкая, вы в рейтинге сильно проигрываете. Да, ваша реклама будет показываться, но стоимость тысячи показов на ту же аудиторию у вашего конкурента может быть в два раза дешевле, чем у вас. Вот у него похожий креатив будет. Та же аудитория, в то же время, тот же аукцион, но он платит в два раза дешевле, или в два раза дороже. Почему? Ну, потому что его креатив не приходит жалоб, его креатив комментирует, его креатив лайкают, и его креатив дольше смотрят. Вот у вас есть видео и у конкурента есть видео. Средний просмотр вашего видео там 5 секунд из 60, а его видео средний просмотр там 30 из 60. Социальная сеть заинтересована в том, чтобы было вовлекалово, чтобы человек вовлекался даже в рекламные креативы. И если он не вовлекается, если людям неинтересно, то ваша реклама считается автоматически некачественной. И некачественная реклама всегда стоит очень дорого. Когда мы начали работать на миллионных бюджетах, мы поняли, что мы никогда не заработаем с первого шага. Смотрите, в чем логика? В том, что вы покрутились в ноль, все, вы видите, там ничего не заработали, вы все откинули, больше не крутитесь. Или заработали там, ну не в три раза больше, а там 20% каких-то заработали. Вы не крутитесь дальше, вы не продолжаете, вы проиграли, все, вы упали. Это очень большая ошибка, то, что вы не знаете, что есть многоходовка, что вы можете изъять, какую выгоду из того, что вы получили. Значит, смотрите, первое, что вы получили, когда вы просто прорекламировались в ноль? Вы получили узнаваемую зебринговую рекламу. Факт? Факт. Вы получили аудиторию, которая перешла на ваш сайт, которая сохранилась в пикселе. Вы получили аудиторию в пиксель, с которой можно дальше работать, ее можно греть, показывать кейсы, показывать контент и на следующем шаге подписывать на другие, подписывая на другие вебинары, которые будут, вот эти люди будут стоить намного дешевле. Если, например, у меня есть какие-то вопросы по ВКонтакте, вот мне непонятно, почему именно так он работает, я просто понимаю, как работает Facebook, и те же алгоритмы копируют ВКонтакте. Если мне непонятно, как работает Директ, я прекрасно понимаю, как работает Google, и там те же алгоритмы, поэтому те берут у тех, вы это должны запомнить. Сейчас вы просто имеете возможность загрузить там креативы, примерно пристрелиться к той аудитории, которая у вас есть, примерные интересы сказать, примерный полвозраст, дальше все алгоритмы сделают за вас. Вот вы, если будете завтра делать сайт, или уже делали сайт, вот вы прям утверждаете дизайн, утверждаете верстку именно на веб-сайте. Ребят, 70-80% трафика мобильного сегодня. И я вам даже больше скажу, он в 2-3 раза дешевле, чем веб-трафик. И это очень большая ошибка утверждать дизайн или утверждать верстку именно на веб-сайте. Начинайте с мобильника, начинайте все делать наоборот. Сначала смотрите моб-версию, докручиваете ее, а потом уже на веб фокусируетесь. Почему? Потому что большинство из вас будет все равно делать трафик из Инстаграма и из Фейсбука. Фокусируйтесь на верстке и технической составляющей вашего сайта. Это очень важный момент. Сейчас я вам расскажу на примере вообще, как мы могли упасть, как не упали и так далее. Только из-за этого пункта я научу вас просто мышлению, почему это очень важно. Чайный бизнес форум, про который я уже сегодня рассказывал, который мы делали в 2018 году, собрали 2500 человек. Это форум, который имел возможность сорваться. Сорваться именно с точки зрения технической реализации верстки. Начали мы просто работать над сайтом, начали работать над трафиком, сделали первые 3000 лидов и получили какие результаты? Что стоимость льда у нас была 13 долларов на ивент. Это московская аудитория. Это и так хорошие результаты. И конверсия сайта 7-71%. И 3100 лидов мы получили. Помните, я вам рассказывал, что вы не всегда зарабатываете на первом шаге. Я по-любому, когда запускал этот тест, я все равно должен получить какие-то исходные, чтобы понять, что есть точка А, от чего отталкиваться. Что я понял? Что мы очень быстро уперлись в потолок. Мы очень быстро уперлись в потолок и очень много имели дырок с точки зрения верстки. Мы видели, что на разных устройствах, по-разному конверсия, на разных IOS и так далее. То, что я вам сегодня расскажу. Но самое главное – это маркетинг и то, как мы докрутили этот сайт и так далее. Мы поняли, что бизнес с Китаем на самом деле тема очень узкая, она никому не интересна. Что бизнес с Китаем – это не просто бизнес с Китаем. Это логистика, это продажи, это офлайн, это онлайн, это опт, это розница, это трафик, это маркетинг. Это все, что связано вообще с бизнесом, в первую очередь с товарным. Это все, что вообще все-все-все-все максимально. Когда мы начали максимально расширять наши офферы, чтобы они были нужны всем, мы выиграли в конверсии. Но опять мы столкнулись с такой проблемой, которая могла бы нас очень сильно убить. Но я вам сейчас ее расскажу и покажу, почему эта проблема произошла и как это было. Короче, мы с этой проблемой все равно справились. И мы получили цену лида на объемах 89,5 тысяч лидов. С 29 августа по 1 декабря мы получили почти 90 тысяч лидов с конверсией 19,9%. И цену лида 6 долларов. В итоге мы сохранили 623 тысяч долларов рекламного бюджета. Самое базовое, самое быстрое, что вы можете взять – вы просто не лейте на один сайт. Просто сделайте два сайта. Два разных дизайна, два разных смысла упакуйте. Только самое важное в этот момент, чтобы скелет и текст вашего сайта был одинаковый, потому что это кардинально отличает ваш оффер. Скелет, текст одинаковый, дизайны разные. Могут быть там предложения или магниты на сайте разные, могут быть отзывы разные. Всегда тестируйте ваш сайт и вы всегда будете докручивать вашу конверсию. Никогда у вас не будет такого, что одинаково будет работать два сайта. Всегда проводите динамические сплит-тесты. Протестировали два сайта, вы выбирали лидер. К нему еще приклеиваете, еще лидера выбираете. И это должно быть бесконечно. Поймите политику работы рекламной сети. То, что я вам уже рассказывал, сегодня мне тут подсказывают, что тайминг подходит к концу. Например, Facebook и начните с ними дружить. Я просто вам скажу одну вещь, что вы должны первое, а, следить за новостями и обновлениями, б, это дружить с техподдержкой. Они далеко не самые лучшие специалисты в рекламе, но они имеют ключик. Ключик, чтобы вас пропустить, либо не пропустить. Чтобы вашу рекламу либо отклонить, либо не отклонить. Это очень важно. Вы должны с ними дружить. Вы должны делать так, чтобы они предлагали вам условия эксклюзильного сотрудничества. Условия тестировать варианты рекламы, которые еще не заюзаны, где нет баннерной слепоты у пользователей, и где сливки еще не сняты, где CPM очень низкий, где вы получаете очень крутые результаты. Но это уже для продвинутых пользователей. Дальше. Вот очень актуальная тема для онлайн-школ, то, что большинство из вас вообще не делает. Но ребята, Дима с Серегой это делают. Мы это тоже делаем. Играйте с вашей аудиторией, которая пришла к вам на сайт. Вы должны всегда на основании подобных портретов вашей аудитории закрывать все возражения и показывать эмоции, что будет после покупки, то есть продавать результат. Например, у вас есть разная аудитория, там мужчины, женщины и так далее. Но если вы углубитесь, у вас там будет молодой студент, женщина молодая, женщина в декрете, мужчина после 30, который поменял тему, мужчина студент, мужчина за 50. И с каждым из них, если вы запишете кейс и будете его крутить на аудиторию, которая с вами за вами действовала, каждый пласт вашей аудитории будет смотреть и кликать на видео, которое ему подобно. Начните охватывать сильно больше аудитории, поменяв цели рекламной кампании и исключая вашу аудиторию из таргетинга. Если у вас есть сейчас цель рекламной кампании за конверсии, не за клики, не за показы, не за охват, то вы очень сильно теряете, потому что Facebook и Google в том числе, они показывают вашу рекламу, исходя из вашей цели, типа most likely to conversion. Если вы просто показываете рекламу за конверсии, он будет изначально на ваших мелких бюджетах крутить сначала тем людям, которые уже совершали конверсии на подобных сайтах. То есть он вообще изначально не будет захватывать тех людей, которые конверсии не совершали. Это очень важный момент. То есть если вы поймете, что весь класс аудитории это 100%, крутясь за конверсией, вы только охватываете 30% людей. Если вы не внедрили сквозную литику, если вы не понимаете в разрезе по рекламщикам, кто вам какой ROI дает, если вы не понимаете в разрезе по группам объявлений, по креативам, какой ROI их дает, вы проиграете. Будет происходить у вас так, что вот завтра вы крутите рекламную кампанию, у вас все окей. После завтра крутите, ну так себе. Вы не будете видеть, какой рекламщик будет там сокоприносить. Тринадцатый, последний пункт, это увольте своего трафик менеджера и начните изучать этот вид деятельности самостоятельно. Просто потому что вы делегируете управление вашими деньгами подрядчикам. Вы делегируете управление вашим капиталом и бизнесом людям-фрилансерам, которые свои деньги особо не заработали и не умеют ими управлять. Поэтому, ребят, у кого вообще норм с головой, просто изучайте этот вид деятельности, чтобы вы понимали вообще, какие точки стоит вам контролировать с рекламщиками, чтобы вы понимали вообще, как управлять вашими деньгами и управлять вашим активом, капиталом, который будет реально постоянно умножаться.